Это день, 28 июля, день памяти равноапостольного князя Владимира. С 2010 года он отмечается как день крещения Руси. 28 июля 1493 года произошел пожар, после которого выросла Красная площадь. 28 июля 1697 года экспедиция казачьего пятидесятника Владимира Атласова высадилась в устье реки Камчатка. Владимир Атласов стоит в одном ряду с такими казаками-первопроходцами, как Семен Дежнев, Ерофей Хабаров, Василий Паярков, которые пробивали путь на восток, основывали первые острожки в Диких Землях. Казачий пятидесятник Атласов забрался дальше всех них. В 1695 году он был назначен приказчиком Анадырского острога. Тогда-то он обратил свой взгляд на Камчатский полуостров, еще совсем не исследованный. С отрядом в 120 человек он явился на эти берега. Не обошлось без яростных битв с местными племенами. Однажды их взяли в кольцо. Атласов приказало прокинуть сани, поставить их кругом, и из-за этой баррикады казаки выстрелами ошиломили врага, а потом пошли в рукопашную и захватили предводителя. С местных брали Исак на луг. Был срублен Верхнекамский острог, первое поселение. Попутно изучались берега. Атласов первым из европейцев наблюдал острова Курилы, причем в отчете отметил, через кои путь лежит, взяло чудное Нифонское царство. Нифонское или Нипонское царство – это Япония. Там же Атласову посчастливилось встретить настоящего живого японца по имени Дэмбэй, чудом оказавшегося на Камчатке. Это был буквально второй японец за все время известной русской земле. Позже он будет отправлен в Москву, где откроет школу японского языка, окрещен. Дэмбэй сообщит еще немало ценных сведений о его родине. Первый же покоритель Камчатки, казак Атласов, вскоре оскандалится. Он ограбит одного купца, за что будет арестован. Но его опыт первопроходца будет все же слишком ценным. Его освободят и направят на новые исследования края вулканов и медведей. 28 июля 1741 года экспедиция под руководством Витуса Беринга достигла побережья Аляски. В этот день 28 июля родились фельдмаршал Александр Бутурлин, московский генерал-губернатор. Государь Петр брал в свое ближайшее окружение только умных расторопных людей. Таким и был одним из любимых его денщиков отпрыск древней фамилии Александр Бутурлин. Был он и ловким царедворцем, и смелым офицером. Отличился в нескольких военных кампаниях, в том числе на Кавказе. Про него доносили в атаке от татар и турков два месяца. В двух акциях, одна под Дербентом, другая в Табасаране. Однако сохранился один обидный рассказ о том, как Бутурлин уже фельдмаршал собирался командующим на войну с Пруссией. Еще совсем мальчик цесаревич Павел сказал, Петр Семенович Салтыков поехал мир делать и мира не сделал. А этот теперь, конечно, ни мира, ни войны не сделает. Храбрый офицер Бутурлин и правда большим полководцем не стал. Больше прославился гражданскими талантами, как администратор. И стал одним из любимых в народе генерал-губернаторов Москвы. Также 28 июля родились художник Александр Рыбанов, автор важной картины XIX века «Явление Христа народу». Фельдмаршал Российской империи Иосиф Гурко. Инженер Владимир Шухов. Одно из его знаменитых сооружений радиобашня на шаболоке высотой 160 метров. Советский физик Павел Черенков, лауреат Нобелевской премии по физике. Будущий великий ученый родился в деревне. Несколько лет он был сельским учителем, щитоводом, даже подрабатывал разгрузкой вагонов. Скромность и непритязательность русского крестьянина всегда была с будущим Нобелевским лауреатом. Вспоминает его коллега Борис Говорков. В каждом докладе звучало его имя. Черенковские счетчики, черенковские спектрометры, излучение Вавилова-Черенкова и так далее. Павел Алексеевич наклонился ко мне и тихо сказал на ухо «Борис Борисович, вы знаете, мне все время кажется, что все это относится не ко мне, что где-то когда-то жил другой Черенков, вот о нем все и говорят». Ключевым для науки стало обнаружение физиком фонового свечения при облучении некоторых солей радиации. Позже это и назвали эффектом Вавилова-Черенкова. Было это в 30-е годы. А позже Черенков стал одним из крупнейших специалистов по космическому излучению. Трижды лауреат государственной премии, дважды кавалер ордена Ленина, нобелевский лауреат и неизменно скромный, простой, хороший человек Павел Черенков. Таким был этот день, 28 июля.